значит как разобрать джоз без особого травматизма чтобы не ломать вот здесь пластик и поменять лезвие впоследствии не сильно болезненно так сказать просто снимаем вот эту металлическую пластину с магнитом ножом значит прервали меня нам необходимо вот эту центральную часть просто отсюда аккуратно вот так расшатывая выломать ничего в этом смертельного нету она в любом случае ну только не сильно давить и нужно может изгибаться от давления она на двух шурупах там держится если как следует ее по расшатывать то достать ее в принципе я думаю вполне возможно ибо шурупы штука такая не вечная по любасу выломать я вот уже вижу как выходит шплинт стопорный наружу на изломе это значит что мы двигаемся в нужном нам направлении просто чтоб тут не ломать потому что если тут ломать не у всех получится аккуратно разломать можно его расколпашить и мне тут в комментариях некоторые люди пишут что мол то тебе такой джоус попался он у тебя просто плохо склеенный у меня сильно склеенный вот пример как это сделать вообще его не разбираю вот он уже один отщелкнулся вот и второй гильза у нас досталось все что нам нужно сделать подровнять краешки у тут на гильзе из-за того что шплинт вышел немножечко и тут разогнула на это в принципе пустяки и и вывернуть остатки лезвия любым удобным доступным для вас методом кто как хочет тут так это пусть и делает наша задача забраться вовнутрь и дотянуться до контактных проводов все никак мне в руки не попадется один целый для того чтобы точно знать какое сопротивление на нем очень бы хотелось конечно по иметь целый ну значит сейчас достану запишу дальше значит вот мне удалось его репнуть вот здесь эту пластиковую проставку и вот таким вот образом я ее сейчас отсюда помаленечку достану работаем аккуратненько никуда не спешим вот при вас я эту пластиковую проставку все отсюда достал значит значит что я вижу теперь внутри вот они шурупчики 2 и теперь мне нужно аккуратно вот здесь по периметру сделать дырку и и все это изнутри вместе с лезвием достать наружу я наверное воспользуюсь сейчас паяльничком аккуратненько вот так пропаяю здесь отверстие хотя можно взять кусачки и в принципе кусачками аккуратненько раскусать все это дело но чтобы не сильно закоцать вот эту площадку вокруг лучше все таки аккуратненько паяльничком или чем-нибудь горяченьким попропаивать и достать ее целиком потому как все равно нам по сути дела туда глубже вовнутрь лезть и не нужно мы будем менять лезвие опять-таки ставить оттайка со третьего докидывать резистор на сопротивление чтобы это все дело не ломалась уже просто настолько эта тема горячая стала с этими джозами у людей они ломаются ремонтировать их никто так и не научился а мне только помидоры здесь летят кислые в комментариях что я обманываю что это сложнее разбирается на самом деле в общем сейчас я паяльничком пропаяю и сниму еще раз значит вот так лезвием по краям канцелярским я срезал по уголочку для того чтобы для паяльника вот здесь будет тяжело вставить жало здесь жало пройдет без проблем а здесь будет мешать и поэтому я вот эти края канцелярским ножом вот таким образом подрезал теперь кусачками их надо выломать отсюда чтобы они не мешали вот так получилось теперь у меня со всех сторон жало от паяльничка пройдет уже кстати паяльничек подогрелся и уже можно пробовать вот так вот дырочку кольнул кольнул убрал поехали помаленьку погло отталять 著 погло шаг и можно паяльник тонн свет Вот я уже первый шурупчик достал. Вот, чуть-чуть подпаиваем и пробуем на излом. Вот она у меня, серединка досталась вместе с контактами. Пожалуйста. Доламываем вторую часть, чтобы она нам не мешала. Вот так все вышло наружу. Теперь убираем следы от паяльника по кругу. Ну и можно, при желании, вот здесь внутрячок почистить, куда потом будет вставляться гильза. В общем, сейчас все почищу и покажу. Значит, вот так я примеряю на место гильзу, чтобы она заходила. Она у меня уже ровненькая, четенькая. Можно закинуть вовнутрь провода. Типа вот так и примерить гильзу полноценно. Вместе с колпачком взять колпачок и померить, как гильза заходит. Без проблем, сейчас только шайбу надо взять. Но я ее одевать не буду, потому что она туго снимается. Но вот у нас собрался джоус и вот наша шайба, которой не хватает. И вот она сюда максимально плотно вставляется. То есть, если я все соберу на место, у меня будет все четенько. Значит, у нас все чистенькое уже, можно собирать все назад. Осталось только вмонтировать лезвие, подобрать нужное сопротивление и, в принципе, готово к бою. На этом пока прерываюсь. Итак, завершение. Значит, все здесь я уже сделал, почистил, установил вовнутрь лезвие от ICOS вместе с базой. Вот, как видно, я тут не выкорчевывал, просто фрезером обрезал эти шипы фиксирующие. Ляпнул нагрузочку. Сейчас все это дело собираю вовнутрь. Нагрузка помещается спокойно там у нас внутри. Укладываю аккуратненько проводочки. Сейчас опускаю нагрузочку. Провода туда поглубже запихиваю, дабы они нам здесь сильно не мешали при установке базы. И вот таким вот образом все назад собираю. Значит, эстетики ради контролирую, чтобы лезвие нагревательным элементом, плоскостью смотрела на кнопку. Можно сориентироваться по двум вот этим пропилам, чтобы центр между ними был строго параллелен кнопке. выставляю так примерно, плюс-минус, ни вашим, ни нашим. Накидываю колпачок. И удавливаю. Все на место. Значит, вот так наш джозик собран. При этом мы ничего особо не разбирали. Все это сделал я при вас. Не надо было колоть там, даже пластиковую вставку выкалывать. Заданный параметр температуры я проконтролировал, как обычно, термопарой. И он у нас строго равен 180 градусам. Наговорился. 180 градусов температура нагрева лезвия считается идеальной. До такой температуры греются айкосы во всех поколениях. Значит, сейчас я вам продемонстрирую, как он нагревается, дабы не быть голословным. Берем нашу термопару. Керамический пинцетик. Сейчас я это все делаю тут. В захватик возьму. Примерно так. И включаем. Пошел нагрев. Наблюдаем за термометром. Видно, как импульсами он поднимает температуру по чуть-чуть. Но так как пинцет холодный, он сейчас очень сильно отнимает эту температуру. Поэтому не так быстро растет. На самом деле Джонс уже нагрелся. И вот примерно здесь он начнет уже его тормозить. В общем говоря, время работы стандартное. Срок службы лезвия, соответственно, будет большим, потому что лезвие не перегревается. Если не ставить правильные нагрузки, лезвие будет перегреваться до 230 градусов, даже 240, наверное, иногда и почти 300. И, соответственно, быстро будет выходить из строя. Будет трескаться по серединке и дохнуть. Значит, вот так, собственно, ремонт окончен. Не забываем, после тестов обязательно студить. Магниты намагничивали тут. И, собственно, вот Джозик без следов вскрытия готов отправиться к своему владельцу. На этом у меня все. С вами, как всегда, был Григорий. Вебшоп Вегас Кривой Рук. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok